И снова добрый день всем зрителям нашей студии Арминка снова, и мы продолжаем пока разговор с ней одной. И у меня вот такой вопрос, который мы не затронули в нашей предыдущей беседе. Скажи, пожалуйста, вот когда Эрик нам рассказывал, он сказал, что вот ты нашла как бы Давида, и вот он пришел, я напомню, он пришел там как-то однажды с работы, и ты говоришь, что вот, да, вот я нашла телефон, вот надо туда позвонить. А вот как ты нашла этот телефон, что тебя вот к этому подвело, да, давай вот как-то так сформулируем вопрос. Да, вот расскажи, почему вдруг Давид, почему ты сказала, почему вот остановилась на этом? Когда Рафи было два с половиной годика, мы поставили диагноз аутизм. Я в это не верила, и сказала, что он просто у нас разбалованный, он у нас дикий, и всего лишь это проблема, что на самом деле нет такого диагноза. Я сама не понимала, что такое аутизм, и на тот момент я ждала второго ребенка. Когда он родился, у меня больше времени появилось, и начала смотреть в Ютубе, что такое аутизм, что как-то проявляется. Проявляется, да, и в один день я поняла, что на самом деле у ребенка есть проблемы. У меня тогда началась истерика, я начала рыдать, просить у Бога помощи, и Бог слышал меня. В тот же день я нашла видео в Ютубе, там, о Давиде рассказывали, как он помог этой семье, и в комментариях я нашла номер телефона. И вот, да, вот смотрите, я прервусь, сейчас продолжим. Смотрите, какая связь, Израиль, Иерусалим, Святая Земля, обращение, и вот после обращения, после молитвы, после вот просьбы, да, как у нас сказано, стучите и вам открою, да, вот постучали и открылось. То есть, вот прямая взаимосвязь, лишнее, как бы подтверждение тому, что ничего не бывает просто так, что вот люди, которые действительно хотят, которые просят, которые обращаются, им открываются, и они вот находят. Теперь, да, что-то еще я прервал, нет, продолжаем тогда вопрос дальше, вот, разговор. Скажи, пожалуйста, вот вы какое-то время занимались дистанционно, быстро поняли, что, да, тут уже прозвучало, что надо приехать, приехали. Скажи мне, пожалуйста, вот результаты, все-таки, два года, да, вы занимались, полтора года вы занимались с Давидом дистанционно, и две недели, там, две с половиной недели, ну, две недели, да, вы занимаетесь здесь. Есть ли разница? Разница огромная, потому что до знакомства с Давидом... Нет, нет, вот в момент дистанционного лечения, в момент лечения в центре, вот, вашего очного лечения, знаешь, по результатам, есть ли разница? Именно это и хочу сказать, вот, в течение полтора года ребенок очень сильно поменялся, до и после, это совершенно разные дети, но многое мы не могли научить. Он боялся лестниц, он сам не поднимался, не спускался, он просто ползал по ним. Здесь вот, буквально вчера, я вижу, он взял за перила и поднялся. Это для меня просто удивительно было. В общем, достаточно высоко, да, к нам подниматься. А перед этим ты мне написала о том, что это такая проблема? Да, 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 вот, позавчера я вам написала, что проблема есть, что он не поднимается, и вчера, вот, как волшебство, он начал подниматься сам. Также, после того, как я вам написала, муж мой говорит, Рафи сидел и вот так считал, один, два, три, четыре, до десяти. И причем несколько раз. А раньше? А раньше я старалась научить, он даже пальцами так не мог, он не мог управлять пальцами. Также он больше начал понимать. Он и до этого развивался, но здесь как-то он сразу вот, больше он начал, вот, то, что в течение двух... Это вот защелкнуло раз, и процесс пошел. Но это не, вот, я знаю, Давид не любит слово, толчок. Но это, наверное, не толчок, а это вот какой-то этап, ступень в развитии, который преодолели, и который, в общем, да, то, что сейчас Арминка говорит, а я правильно понимаю, это результат вашей работы очной. То есть это уже здесь произошло. И теперь, смотрите, полтора года и две недели, да, то есть какие-то, это мы говорим только каких-то глобальных изменений. А здесь еще, наверное, изменения такие, которые вы считаете мелкими, но на самом деле вот что-то появляется каждый день. Да, но каждый день что-то по мелочам, но есть еще такое, то, что у него проявилось чувство жалости. У него до этого не было чувства жалости. Девушка, это не мелочи. Это то, о чем многие мечтают. Да, да. Это называется эмпатия. На самом деле, да. Сопереживание. Да. Не, я мелочи говорю, то, что мы не замечаем. А вот это реально, это не мелочь. Потому что я очень часто старалась вызвать у него чувство жалости, но не получалось. А здесь я, малыш у меня баловался, я притворилась, что я плачу. А вдруг Рафи пришел, начал меня дергать и смотрит на меня, пытается меня обнять. Я вначале не поняла, что происходит, но решила, что мне показалось. На второй день я одела сережки. Он подошел ко мне, так говорит, ой-ой-ой, и пытается мне помнить, чтобы снять сережки. Я говорю, Рафи, мне не больно, все нормально. Он решил помочь, да. Ну вот это проявление, скажем, да, таких вот социальных чувств, которые дают возможность ребенку развиваться, входить в общество, как нормальный совершенно человек, нормальный член этого общества. Это действительно эмоциональные моменты, которые, ну, собственно говоря, и отличают человека здорового от человека с какими-то особенностями. То есть уходят вот какие-то моменты, которые тормозили его развитие. Есть что-то еще, что ты хотела бы сказать? Да, Рафи очень сильно боялся качель. Если на качеле, то только со мной. Или с бабушкой. Ну, кто-то, чтобы был с ним вместе. Он сам один не садился. А здесь он не то, что перестал бояться, он еще и начал на очень высокие горки садиться. По-моему, на второй день ты прислал видео того, как он был садился. Да, да, примерно на второй день. Кроме этого, он, да, он до этого начал замечать своего братика, но здесь он начал еще и ухаживать за ним. Мелочь. Нет, это не мелочь. Это не мелочь. То есть здесь уже, вот, давайте, да, разделим. Вот здесь уже не ощущение, не чувство жалости, а чувство проявления заботы какой-то, да, наверное, можно сказать. Раньше ему было все равно. Мы выходим из комнаты, ему было все равно. Братик там остается, не там остается. Даже, наверное, ему было бы удобно, если бы мы забыли. А сейчас, как только мы собираемся куда-то выходить, он сразу кепку берет, братика одевает, чтобы его тоже забрать. Одевает сам, он нам пытается помочь, да. Ну, конечно, это вот как раз те проявления, о которых мы говорили. Я еще раз подчеркиваю, потому что довольно часто нас спрашивают, есть ли у нас, тех, кто у нас бывал, есть ли смысл приезжать, потому что такие вот хорошие результаты дистанционные, зачем вообще вот связываться с поездкой, когда можно добиться дистанционно. Как выясняется, не все можно добиться дистанционно и не те сроки. Вот то, что я сейчас подытожу, что говорит Арменька, что смотрите, да, полтора года мы шли к какому-то моменту, через где-то две недели, даже уже на первый, второй, третий день уже появились какие-то сдвиги, которые вы добивались достаточно долго. Это к вопросу о том, ну, я думаю, что если мы объединим наш предыдущий разговор и теперешний, то мы сделаем вывод, что это работа, результат работы коллектива, когда, да, все это складывается вместе, когда каждый вносит определенную лепту в общий результат, то результат наступает гораздо быстрее. А это возможно, не знаю, там, к счастью или к сожалению, но это факт, это возможно только при очной работе, при работе с детьми, при работе с родителями в тот момент, когда люди приезжают. Поэтому, к сожалению, не все можно всего добиться дистанционно. И, Арменко, еще такой момент, вот, с точки зрения, скажем так, поведения Рафи, ну, не то, что в коллективе, а среди народа, в толпе, в каких-то местах скопления, изменилось ли что-то, вот здесь, в данном, вот, за эти две недели, изменилось ли что-то в этом отношении. Почему я это спрашиваю? Потому что очень часто у таких ребят это проблема. Они боятся, они прячутся, с ними невозможно никуда выйти, с ними невозможно как-то вот ходить среди народа, в магазинах, в местах скопления. Вот как у вас с Рафи, с этим, изменилось ли что-то? Рафи боялся очень ходить в церковь, так как там обычно очень много людей, он, наверное, не видел диапазон, и поэтому у него истерика начиналась. Из-за этого мы перестали ходить. А здесь, после того, как мы сюда приехали, мы ходили несколько раз в храм гроба Господа. И там, там народу очень много. Вот эти страхи у него пропали. Он ведет себя абсолютно нормально, он с удовольствием ходит. Кроме этого, он еще перестал бояться в автобусе, когда объявляют остановки. Он перестал бояться. Вначале он закрывал уши, плакал. Ну, наношу мне незнакомые звуки. Все, что ты сказал сейчас, это вещи очень важные. Просто так как ты мягко это воспринимаешь. Но, знаешь, это такой тоже знаковый момент, когда ребенок оказывает состояние прийти в церковь конкретно. И не устраивает там истерики. Это говорит об очень новом, вообще говоря. Да. Честно говоря, столько изменений за две недели, что я все это не могу сразу вспомнить. Ну, учитывая, что, да, Арминка не готовилась к этому, она не знала, о чем будет говорить. И вдруг это на нее выливается, и вопросы, да, и как бы нужно. Ну, я думаю, что, во-первых, у нас еще будет встреча, когда вы это сможете вспомнить и сказать. Да потом еще что-то появится за эту неделю наверняка. Ну, и я думаю, что люди, кто нас смотрит, зрители, кому интересно, они будут обращаться, они будут, наверное, просить сделать какие-то отчеты, какие-то вот какие-то выступления, какую-то информацию для них на сайте, в ютубе, вот, чтобы можно было, ну, вот, как-то поговорить, да, дать какие-то рекомендации, просто посоветовать или просто поделиться своими успехами, своими достижениями. Поэтому я вот, да, тоже с своей стороны, я думаю, Давид к этому присоединиться, просим, вот, как бы, да, чтобы не не закрывалось вот в своей семье, а просто вот рассказывала о том, это полезно для других, это дает возможность людям, ну, обрести какую-то надежду, найти ее, найти вот какое-то, какое-то решение и принять правильное решение для того, чтобы вылечить своего ребенка. Да, поэтому я не думаю, что ты откажешь, или что ты как-то, вот, не не поделишься теми ощущениями, теми приятными моментами, которые у вас в жизни будет. Поэтому, наверное, ну, скажем, да, мы говорим до свидания, а не прощайте, и до новых встреч. Спасибо за выступление, вот, и надеюсь, что мы еще встретимся в нашей студии, вот, а сегодня я с вами прощаюсь, Арминка, до свидания, вот, всем всего доброго, хорошего дня.